Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем смотреть расклад на тему, какие незаконченные уроки вы перенесли в это воплощение. Выбирайте позиции для себя. Тайм-коды есть в описании. Есть также в описании ссылка на мои услуги, где можно все прочитать, сколько стоят мои контакты. И мы с вами давайте сразу приступим. Мы отодвигаем эти две позиции. Позиция номер один – голубенький камешек. Смотрим, какие незаконченные уроки вы перенесли в это воплощение. Так, семерка кубков. О чем нам здесь говорит семерка кубков? О том, что нужно завершить что-то, что было связано с каким-то выбором. А в какой сфере этот выбор? Перерождение. Принятие решения. Сферы здесь нам не показывают конкретно. Ну, давайте будем копаться. То есть что-то, видимо, вы как-то не определились окончательно. Либо вообще урок касательно того, как выбрать. Причем, знаете, здесь вопрос не просто ведь в выборе, когда мы хотим нам, я не знаю, поехать куда-то, да, либо выбора профессии, либо партнера. Здесь не о таком выборе идет. Здесь не из чего-то выбирать, а именно умение делать выбор, либо все, что касается темы выбора. То есть понимание того, что есть выбор, существует ли свобода выбора. Что вообще необходимо выбирать в жизни. То есть здесь такие достаточно более глубокие философские темы. Аркан суда, он как раз-таки и говорит о том, что здесь, именно в этом воплощении должно прийти завершение этого урока. То есть это такой достаточно серьезный аркан, говорящий о завершении большого цикла. Большие циклы, там, я не знаю, десятилетиями, столетиями. Прямо вот очень-очень большие такие циклы. Давайте будем разбираться с семеркой кубков, да, что здесь, с чем связан выбор. Выбор, обнуление и два раза аркана шута. Ну, смотрите, вообще интересно. Здесь тема не пойдет, еще раз сразу скажу. Касательно привычного выбора, здесь выбор расширения вашего сознания. То есть здесь как будто бы нужно научиться понимать, знаете, вот законы мироздания. То есть здесь как будто бы душа, здесь на более, либо высоких каких-то вибрациях, да, идет выбор, либо здесь идет более такое, какой-то вот масштабный глобальный выбор на уровне именно сознания, расширения. То есть такое ощущение, что, знаете, человек должен прийти к такому этапу, к такому этапу, когда мы говорим, что человек вот мудрый, да, имеет такие глубокие знания, и человек мудрый, который понимает, допустим, там, что неважно, что ты выберешь, да, в конечном итоге важно проживание, например, самого процесса. То есть вот здесь какие-то такие очень глубокие философские понятия. И семерка кубков здесь говорит о том, что человеку предлагается, да, вот эти вот семь кубков, но они все как будто бы связаны с земными, условно говоря, какими-то грехами, да, то есть это власть, это материальные блага, это, там, я не знаю, чревоугодие. То есть какие-то земные, что ж такое, я извиняюсь, еще раз прошу прощения, речь здесь идет о том, что человек, здесь выбор идет на уровне сознания, скорее всего, даже не на уровне сознания, а на уровне осознанности, который говорит о том, что человек должен понять, что помимо каких-то вот материальных, что ли, физических желаний, есть какие-то более высокодуховные, моральные какие-то ценности, да, и вот человек должен стремиться как будто бы к ним, но при этом проживая в физическом мире. Аркан-шутаж, что с одной стороны, что с другой стороны, говорит о том, что человек как будто бы оглядываясь на свое прошлое, да, что здесь он оглядывается, что здесь он оглядывается лес, в данном случае это вот его прошлый опыт. Только разница здесь в чем? В том, что с мужской фигурой, да, у человека завязанные глаза, он не видит, во-первых, куда он идет вперед, да, он как будто бы полностью здесь белый фалак, да, я сдался, я полностью доверился тем процессам, которые происходят, вот, и при этом здесь череп идет как олицетворение того, что все в мире в этом тщетно, да, то есть все смертно, поэтому в принципе мне, условно говоря, ничего не принадлежит, да, то есть я легко могу расстаться с чем-то и легко могу принять что-то, потому что все временное, да, то есть вот здесь суть вот в этом аркане, в этом заключается. Здесь же в этом аркане также идет оглядка на прошлое, да, но вот как будто бы здесь у нее открыты глаза, и она в этом прошлом что-то хочет смотреться, разобраться, принять какие-то решения для чего? для того, чтобы, здесь у нее звезда в руке, для того, чтобы понять, как можно дальше двигаться, но при этом нет четкого понимания, вот что есть эта звезда, то есть какая это мечта, куда мне нужно двигаться. Между ними стоит аркан влюбленных, который, аркан влюбленных, кстати, выбор, да, семерка кубков о том, что человек, он как будто, вы знаете, когда глаза разбегаются, да, и я не знаю, что выбрать, но при этом есть вот на уровне чувств где-то очень-очень глубоко внутри человека есть вот это ощущение, что вот это все как будто бы не мое, да, оно прекрасно, да, оно мне нравится, но есть где-то что-то, что вот прям вот сто процентов будет мое. Так иногда бывает, когда, не знаю, мы, девушки, женщины, хотим купить себе какую-то одежду, да, и вот не имеем четкого представления, что хотим, но знаем, что если мы это увидим, да, то будет происходить вот этот вот процесс узнавания, я узнаю это, точно так же, как иногда, ну, можно слышать о том, что говорят, ну, что ты перебиваешь, и там и этот партнер тебе не подходит, и другой тебе партнер, и вообще ты знаешь, что ты хочешь. Человек внутри себя, он четко понимает, я не могу это описать словами, да, вот что я хочу, потому что это не совокупность каких-то качеств или свойств, а это вот именно процесс узнавания. И бывает так, что говорят, ну, вот там у тебя был там, не знаю, такой красивый, там другой был умный, третий был богатый, а ты вот пошла и нашла, условно говоря, непонятно что, да, какого-то человека, то есть он и невзрачный, и мягко характерный, и какой, ну, вот именно к этому человеку лежит душа, потому что узнавание как, либо как кармического партнера, либо как человека, с которым уже когда-то проживали, то есть есть вот это вот узнавание, он мне знаком. Вот здесь вот примерно то же самое происходит в семерке кубков, когда, в принципе, да, я могу получить и это, и это, то есть вот все как будто бы есть, да, и, казалось бы, можно вот прям наслаждаться, получать удовольствие, но вот именно в семерке кубков есть желание, даже не желание, а вот это вот, это на уровне эмоций, на уровне состояния, это чувство, что где-то есть там восьмой, девятый, десятый кубок, да, которых пока я не вижу в этом аркане, да, но я знаю, что они есть, это вот именно то, что мне нужно, то есть это не говорится здесь о том, что, ну, жиру бесит человек, то есть у него все есть, а ему ничего не по душе. Вот в том-то и дело, что то, что по душе, он не имеет, и это не потому, что ему по душе только то, чем он не владеет, а потому что он еще не нашел то, что будет для него очень важным, очень значимым. И вот чтобы получить вот этот вот восьмой кубок, там девятый, десятый, пока не завершится масть, да, в своем развитии, действительно, идет как раз как от двух арканов шута. То есть надо, надо постоянно двигаться во что-то новое, и причем вот это вот новое, оно не какое-то конкретное. Вот в этом вот здесь вот вся фишка вашего урока, что вы должны научиться, то есть вы его перенесли, возможно, из прошлого каких-то воплощений, вы должны научиться выбирать, при этом понимая, что, условно говоря, выбора как такового нету, единственный выбор, который есть у человека, это выбор в его отношении к чему-либо, да, то есть человек заряжает ситуацию человека, там, все, что он видит, либо в плюс, либо в минус. Это его свобода выбора, но при этом вот для того, чтобы что-то выбирать, да, здесь вот бесконечно надо расширять, да, то есть постоянно надо быть, находиться в чем-то новом. То есть здесь ни в коем случае нельзя человеку находиться вот в какой-то привычной, обыденной, комфортной ситуации. Здесь такое ощущение, что вот он постоянно должен находиться вне зоны своего удобства, да, то есть он все время как будто бы должен преодолевать себя и двигаться дальше. Семерка кубков также говорит о том, что нужно держать свое сердце открытым, что да, вы можете наслаждаться и ценить то, что вы имеете, да, и благодарить за это, и это будет абсолютно верно, но при этом нужно иметь, как у Аркана Шута, открытые глаза на мир и любопытство в ожидании, что придет еще что-то. То есть главное вот это вот новое не пропустить. То есть когда ты сфокусирована на то, что ты имеешь, и ты это холишь, и лелеешь, и бережешь, и держишься, то ты уже не обращаешь внимания на то, что находится вне зоны твоего внимания. И тем самым ты упускаешь вот восьмой, девятой и десятой кубки. То есть здесь нужно с одной стороны быть открытым, быть живым, быть легким, быть в состоянии того, что все временно, да, мне ничего в принципе не принадлежит. Поэтому и бояться что-либо потерять то, что является ценностью здесь изображенной, тоже нету смысла. Здесь вот какой-то такой очень глубокий урок. И что вы должны, что вы должны, еще вот так поставим, что вы должны из этого урока извлечь, то есть как его завершить. Это вот действительно урок попажу педаклей, который связан именно с ценностями. Какими? Какими ценностями? Пятерка педаклей. Пятерка педаклей у нас напрямую говорит о духовной нищете. То есть это вот как раз таки, когда у человека... Здесь урок такой вот прям вот именно мудрости-мудрости. Когда у человека есть вот это вот иллюзорное понятие вещей, да, и он настолько к ним привык, вот к какой-то обыденности, настолько привык мыслить стереотипами, настолько привык мыслить... Ну вот хочется сказать, как все, что здесь... Ну вот как будто бы человек мыслит автоматами. То есть у него нету осознанности того, что происходит. И от этого вот в пятерке педаклей, да, он приходит как раз таки к внутренней борьбе на материальном уровне. Потому что перед пятеркой у нас стоит четверка педаклей. То есть человек, который находится в стабильном состоянии и держится за свои какие-то ценности, за то, что он уже достиг, то, что он уже получил. И вот дальше он не идет в развитие. И вот чтобы он дальше двинулся, его начинает забирать. Как раз таки, да, его вот эту четверку педаклей он начинает терять. И тем самым он выходит из своего комфортного состояния, и наступает у него момент кризиса. И вот в момент кризиса он как будто бы начинает понимать, да, кто есть кто и что он вообще имеет. И имеет ли он что-либо для того, чтобы двигаться дальше. Для того, чтобы в следующем аркане, в шестерке педаклей, да, он научился правильно взаимодействовать. То есть прошел вот этот вот этап, когда нельзя привязываться к материи. Вообще нельзя привязываться к чему-либо. То есть ничего, как говорится, да, не сотвори, не поклоняйся никаким кумирам, да, и возведи себе кумира. То есть не нужно ставить ничего важнее, не то чтобы самого себя, а вообще придавать слишком большую важность, значимость ничему-либо, да. То есть да, безусловно, мы можем проявлять уважение к людям, мы можем проявлять уважение, либо заботу к каким-то вещам, но при этом вот не нужно вот прям трястись над этим. Это не совсем правильный подход и нарушает процессы равнозначных энергий. И вот исходя из этого, здесь как раз таки говорится речь в пятерке педаклей, чему вам нужно научиться, да. тому, что, во-первых, резко привязываться никому, ни к чему не нужно, да, возвышать ничего, ничто не нужно, нужно постоянно двигаться вперед. И вот здесь вот, если, допустим, с важностью и значимостью вы еще как-то можете справиться, то вот в бесконечном вот этом движении вы уже немножко начинаете уставать, да. То есть с возрастом и проходят времена, уже нет вот этой вот былой легкой энергии, да, когда вот я готов что-то там отстаивать, да, куда-то двигаться, чем-то интересоваться. Вот это вот вам не нужно утратить. Потому что в пятерке педаклей есть вот эта вот иллюзия, знаете, тех стереотипов, которые мы привыкли, да. То есть когда ребенок рождается, в принципе, в этом мире, он ничего не знает, он мир познает через свое окружение, в первую очередь через своих родителей, да, и окружение. То есть родители ему дают вилку и говорят, вот это вилка, да, вилкой надо кушать, например, макароны. Там, например, а это стул, на нем сидят, а это стол, да, на нем едят, за ним едят. Вот, да, если бы ребенку он воспитывался в другом обществе, где ему говорили бы другие понятия, да, и он бы научился по-другому, то для него было бы стереотипным то, чего его учат. И вот здесь вот фишка в чем заключается. Почему плохие эти стереотипы? С одной стороны, да, они как будто бы указывают правила жизни и помогают, с одной стороны, адаптироваться в этом мире, а с другой стороны, мы прекращаем вот это вот любопытство, да, по Аркану Шутову прекращаем изучать. То есть мы берем все, что нам говорят зачастую монету, да, даже, ну, элементарно в ленте какие-то новости говорят. Мы даже не задаемся вопросом, а так ли это, да, то есть мы не перепроверяем. И вот это, то есть, ну, в принципе, нас можно кормить любой ложью, да, любой иллюзией. И вот это является как раз-таки главным уроком вашим, который вы перенесли, возможно, и не из одного воплощения, но в этом воплощении вы должны завершить этот урок, который будет как раз-таки говорить о том, как правильно вам, ну, если бы ты тоже сказать, как правильно вам делать выбор. То есть выбор не в плане из чего-то выбирать, а в плане того, что есть свобода выбора, как она вообще происходит, и что я вообще могу, либо для чего мне нужно что-либо выбирать. Потому что здесь не случайно выпало два Аркана Шута, это расширение нашего сознания. То есть, с одной стороны, это некое такое безумство, да, но при этом структурное, когда человек именно, с одной стороны, он достаточно структурный, да, потому что Аркан Шута, он одновременно и мудрец, и глупец. То есть он может такая двоякая, две стороны одной медали, да, потому что он, в принципе, выходит из великого ничто, да, то есть из огромного потенциала. И что из этого выйдет, никто не знает. Либо выйдет глупец, то есть такой человек безответственный, и безответственный в контексте лёгкости, лёгкости подхода к жизни, либо набравшись опыта и совершив большое количество ошибок, да, то есть человек набирается мудростью и пониманием этой жизни. То есть и то, и другое. Здесь в Аркане Шута заложены такие глубочайшие смыслы, но суть одна. Я пришёл в эту жизнь, в это воплощение для того, чтобы получать опыт. И очень важно в этом опыте ни к чему не привязываться, да, то есть брать, внимать, делать выводы, идти дальше, оставлять, то есть вот это вот бесконечное, бесконечное движение, но при этом неосознавание, куда я иду, потому что оно не столь важно тоже, то есть важен сам процесс проживания, наслаждения жизни, нежели то, что я выберу что-то одно и вот прям этому посвящу как-то вот свою жизнь. Здесь не об этом речь идёт. Не знаю, насколько я смогла вам донести суть вашего урока, но вот где-то на интуитивном уровне, да, здесь вот вопросы прям, и почему они важны, вот этот вот вопрос выбора, именно свободы выбора, не просто выбора человеческого, а именно свободы выбора, то есть здесь вам вот это вот нужно понять, разобраться в этом, осознать, потому что вот такое ощущение, я неоднократно говорил по первой позиции, что люди вот, которые жили, ну, очень много воплощений, да, то есть это не новые души, которые, ну, только начинают свой путь, да, им ещё предстоит много чего познать, разные уровни пройти, и поэтому, ну, в принципе, не столь важно, да, какой опыт они пройдут, нет, здесь наоборот, души, которые прошли уже много воплощения, много чего увидели, и им, опять же-таки, не столь важно, какой опыт у них будет в этом воплощении, но уже по другой причине, потому что им нужен этот опыт набрать, а наоборот, потому что у них есть уже это осознание, что неважно какой опыт, учиться можно всегда и у всего, важно здесь вот именно вот это вот расположение, именно к знаниям, как таковым, то есть шут, да ещё у вас выбыл вдвойне, вот прям акцент на это делаю, шут – это ученик, это бесконечный ученик, это умение получать знания, не учиться, а умение, вот мастерство получать знания, потому что ученик может быть там, я не знаю, дети, которые ходят в школу, то есть они что-то там делают, и не факт, что они получают знания, то есть учиться – это именно навык, это мастерство, это умение получать информацию, обрабатывать её, пропускать через себя, делать определённые выводы и накапливать вот этот вот навык получения информации, то есть что учитель, что ученик – это очень сложные роли на самом деле в контексте большой, огромной работы и ответственности. Такая вот была первая позиция, я так чувствую, что у нас сегодня будет всё такое достаточно философское. Ну, какой вопрос, такой ответ, да, хочешь получить правильный ответ – спроси правильно. Красный камешек, вторая позиция, двоечки, да, какие у вас незаконченные уроки вы перенесли в это воплощение? Прямо самой страшно иногда смотреть, какие уроки, ту жезла, о чём, рыцарь кубков, аркан справедливости. Вот здесь вот я могу сказать, что здесь вот по второму варианту, да, души намного моложе. Души намного моложе, они такие вот достаточно юные, то есть это не совсем новые, да, души, но они такие достаточно молодые, здесь энергия молодая, потому что тут жезлов говорит, как урок – начало. Начало, начало жизни, начало сексуальности, вот прям зарождение любви, да, непосредственно к самой жизни. Вот этот вот огонёк, амбиции, какие-то идеи, развитие, развитие, то есть здесь вот прям очень активная энергия идёт, но при этом это активная, очень мощная энергия, она, знаете, она как некий такой огонёк, который сгорается и не даёт спокойствия, да, иначе мы говорим, вот какой-то червячок, да, вселился в меня и не даёт мне покоя. Вроде бы он такой маленький, но вот это вот чувство, такое беспокойство, что нужно что-то сделать, нужно куда-то идти, вот как-то, я не знаю, куда-то бежать, что-то изучать. Вот здесь про это. Рыцарь Кубков как раз-таки говорит о движении, о движении, познании именно своей души, то есть ваш урок, да, именно познавать свою душу и через аркан справедливости, то есть через энергии дуальности, то есть ваши уроки в этом воплощении, да, через познание именно крайности, то есть не просто там что-то я познаю, именно через какие-то крайности, то есть таким образом вы набираетесь опыта. Сначала приходит какая-то идея, у вас появляется желание куда-то двигаться, что-то делать, вы начинаете совершать первые робкие такие шаги, вот, и дальше вас забрасывает либо в одну крайность, да, изучили её, потом вас бросает в другую крайность. Какие крайности вы тут впадаете? Ну да, мечёвая, мечёвая, а здесь что-нибудь кубковое будет, а здесь пендаклевая, да, с одной стороны, с одной стороны, хочу, хочу каких-то возможностей, желаний что-то изменить в своей жизни, да, как-то её наладить, хочу больше возможно материальных благ, да, а с другой стороны, вот эта вот крайность говорящая о том, что нужно научиться быть более сдержанной эмоционально, уметь контролировать свои эмоции, иметь холодный рассудок, да, всё как-то достаточно взвешивать, идти бесконечно в какие-то перемены. А что здесь за перемены должны происходить у вас? которые опять будут приводить вас к умеренности, к золотой середине. Вот здесь такой, знаете, вот путь у вас, вы вроде бы идёте, идёте, да, и кажется, вот я как-то, вот я не случайно вот так вот как-то по диагонали показываю, почему, а не прямо, потому что вот у вас путь, он вот такой, вот вы вроде бы идёте, и вот каждый раз, когда идёте, как-то вот отклоняетесь немножечко в сторону, в сторону, в сторону, и в конечном итоге, если предположить, что ваш путь вот такой, да, вот как вы идёте, вот немножко отклоняете, потом опять вперёд, потом опять отклоняете, потом вперёд, потом вперёд, в какой-то момент вы понимаете, что вы уже вот на такое большое расстояние отклонились, и вас обратно возвращает на ваш путь, потом вы как будто бы идёте в другую сторону, здесь нельзя сказать, что вот вы вот так вот зигзагообразно идёте, вы идёте, вы как-то какими-то углами идёте, какие перемены, перемены, которые связаны как раз-таки непосредственно с исцелением своих каких-то эмоций, то есть вы начинаете что-то делать, начинаете совершать, и это вызывает, в ваших действиях вызывает какие-то эмоции, либо очень яркие, какие-то переживания, активные, либо наоборот впадаете в какое-то уныние, пассивность, ну вот прям крайности-крайности, и вам здесь нужно научиться как-то сбалансировать, прийти к золотой середине, а с другой стороны здесь про шансы, куда вас отклоняют, да, вот вам дают бесконечные какие-то новые возможности, да, либо судьба вас куда-то ведёт, и при этом есть какая-то цикличность, то есть однозначно ваш урок, он связан именно с крайностями, которые вас будут забрасывать, для чего? Для того, чтобы в конечном итоге вы научились быть в золотой середине, то есть, чтобы познать свой путь, да, вам сначала покажут одну сторону медали, потом покажут вторую сторону медали, а потом вам будут говорить, да, что, как нужно научиться держать баланс, да, чтобы и туда сильно не заваливаться, это вот как езда на велосипеде, да, как только садишься, сначала тебя заваливает в одну сторону, а потом тебя заваливает в другую сторону, потом ты понимаешь, что вот где-то надо больше держать равновесие в одну сторону, да, иногда так бывает, когда ещё неумело катаешься, то есть получается, как будто рули и велосипед в одну сторону, а тело ты как-то в другую скатываешь, для того, чтобы был вот это вот равновесие, вот этот вот баланс, который вам нужно научиться держать, но чтобы держать его, нужно сначала опознать две стороны одной медали, так чему же вы в конечном итоге должны здесь научиться? Аркан-дьявол, да, здесь должно прийти очень такое, сильное осознание, осознание того, как жить, как адаптироваться в материальном, именно в земном нашем плане. Вы должны научиться идти вперёд, двигаться к своей цели, но при этом это должно быть как-то вот достаточно гармонично. То есть с одной стороны, понимаете, как? Я не знаю, как здесь это вообще реально объяснить. То есть с одной стороны, вы как будто бы, смотрите, по пажу Жезлов, да, по Жезлов, что делает? Вот он держит эту палку, да, в руках, он с оглядкой по сторонам, да, у него есть уже какие-то знания, опыта ещё нет, но знания есть. И вот он совершает первый шаг, он делает его неуверенно, с оглядкой, да, что вдруг, это как идёшь в сумерках, да, либо, наоборот, на рассвете в лесу, и слышишь, как-то, знаете, вроде бы ничего нету вокруг, и ты идёшь как-то с оглядкой, и где-то услышал шорох, да, и гоп, как-то сразу мобилизировался, напрягся, что мне дальше делать, так атаковать, бежать, да, то есть человек, который постоянно находится в каком-то напряжении, он не умеет, потому что у него нет опыта, но у него есть знания, он не может расслабиться, он не может получить удовольствие, поэтому по Жезлов всегда говорит о каком-то напряженном состоянии, то есть я боюсь, но я иду страшно, да, но я иду вперёд, шаг за шагом я двигаюсь вперёд, то есть я двигаюсь на своём пути, но при этом здесь рыцарь мечей говорит о том, что здесь сразу уже пошёл перекос, то есть я сначала начинаю двигаться, но потом в процессе я превращаюсь в рыцаря мечей, человека такого достаточно целеустремлённого, но при этом зашоренного, то есть человек, который получил какие-то знания, и он в них верит, и он, например, там узнал что-то, и он эту правду, однобокую достаточно правду, потому что она только с его стороны, но он в неё верит, он хочет её донести другим людям, он не слышит, он не идёт на компромисс, он не слышит слов, речей других людей, он готов отстаивать, он готов бороться, он такой достаточно воинственный, это уже идёт отклонение, он ещё не дорос до короля мечей, то есть рыцарь мечей, это ещё не король мечей, который управляет словом, который может где-то промолчать, где-то может выстроить необходимую стратегию, где-то может даже в некоторой степени опустить человека, либо наоборот словом как-то его вдохновить, то есть он владеет словом, владеет мыслью, здесь нет, здесь мои мысли, мои скакуны, я быстро побежал, мне это надо, да, то есть рыцарь мечей, это вот прям воздух-воздух, холодный, отсюда он и зашоренный, отсюда он и бескомпромиссный, и вот вы поставились в бедсель, что-то изучите, начинаете к ней двигаться, и вы начинаете тем самым отклоняться, почему? Потому что, ну вот вам не хватает равновесия, вам не хватает других энергий, других стихий, и в конечном итоге здесь выпадает аркан мира, да, то есть мир это соединение, это единение человека с миром, это единение нашего высшего и низшего я, это единение с Творцом, с высшими силами, то есть до этого нужно дорасти, то есть здесь вроде бы есть эта нацеленность, да, я хочу прийти к золотой середине, к умеренности, но при этом я это делаю достаточно резко, а если я это делаю резко, да, здесь вот как будто бы, знаете, какая-то борьба, говорится, что есть, например, одна сторона и другая сторона, и вот чем больше одна сторона давит на другую, то есть чем больше давления, тем больше сопротивления, здесь нужно человеку понять, что ко всему можно прийти мирным путем, то есть не давлением, а именно путем коммуникации, да, и договоренности, либо там высказывания как-то своих намерений и желания, то есть не давить, да, то есть по сути идет то, что вы хотите получить от зеркала мира, да, оно идет через отражение вашего внутреннего состояния, если вы за что-то боретесь, то это вот от вас, оно будет все время убегать, с другой стороны, надо в себе что-то поменять для того, чтобы то ваше желаемое не убегало, а наоборот повернулось к вам и получить его, да, то есть чтобы оно к вам шло, не вы за ним гонялись, а оно к вам шло, вот это вот и есть баланс, да, то есть в аркане мира, и есть завершение вашего урока, к чему вы должны будете прийти в этом воплощении, кто-то придет, кто-то не придет, но аркан мира, он все равно говорит о завершении, о завершении вашего урока и начала нового этапа, то есть велика вероятность того, что вы сможете прийти именно к себе, то есть мир, когда наступает, когда все наши части, они соединены, то есть нет никаких противоречий внутри нас, нет никаких несогласий, нет никаких там сомнений, все настолько гармонично, что и взаимодополняет друг друга, при этом выполняя каждая часть нас, свою определенную функцию, что идет вот этот расцвет, возвышение, повышение наших вибраций, но вот в этом заключается ваш урок, вы из того, что я сказала, вы можете примерить на любую ситуацию, в которой вы проживали, то есть какие-то этапы из того, что я сказала, они в вашей жизни присутствуют, поэтому, чтобы подытожить и сказать, какие уроки вы перенесли в это воплощение, это вот прийти к этому балансу, но дьявол ведь здесь не случайно, то есть это вот постоянно будет вас искушать, чем будут вас искушать и проверять, вот с сомнениями, двойка мечей как раз и говорит, сомнений, какие сомнения у вас будут на этом пути, вот зависнуть, видите, то, что я сказала, с одной стороны, две энергии, в аркане умеренности, вода и огонь, активность и пассивность, некая такая, то есть с одной стороны, я хочу двигаться, у меня есть внутреннее желание, с другой стороны, по королеве мечей, я хочу подумать, я хочу продумать, я хочу все изначально решить правильно, чтобы дальше двигаться, и чем правильнее вы хотите что-то решить, тем больше вы зависаете, чем больше вы зависаете, упускаете свой момент движения, действия, и ощущаете себя жертвой, то есть, ну вот опять не получилось, то есть Клесо Фортуна вам дает как раз таки вот эту вот цикличность всех этих сценариев, и вы как будто бы не можете понять, да когда же мне действовать, действовать или не действовать, когда правильно, когда неправильно, когда надо быть таким вот стойким по рыцарю мечей, да, то есть иду на пролом, а когда наоборот нужно быть каким-то вот таким мышкой по пажу жезлов, неуверенной, которая переминается с ноги на ногу, как-то вот боится двигаться, то есть здесь человек, он теряется, он теряется, и здесь вот во всем этом вам нужно будет разобраться и найти золотую середину, вот ваша задача, ваш урок заключается в том, чтобы найти золотую середину, спрашиваю, каким образом аркан выбора тоже выпадает, двойка жезла, нет, не буду, ладно, мне просто говорят, не говори, да, не говори, это их урок, они должны сами к этому прийти, просто как подсказку скажу, что в этом аркане, да, желание человека, делать правильный выбор, да, ключевое слово правильный, нету правильного выбора, это вот единственная подсказка, которую могу сказать, во всем остальном вы должны разобраться сами, это ваш урок, вот, но велика вероятность по аркану мира, что, ну, где-то процентов 30 людей завершат этот урок в этом воплощении, остальные его перенесут в другое, в следующее, итак, позиция номер 3, зелененький камешек, вздыхаю, потому что я это говорила и двойкам, что, блин, мне страшно, я даже не знаю, какой сегодня поток идет, вот прям вообще философский-философский, не знаю, меня понятно, да, как я говорю или нет, ну, что чувствую, то и говорю, так, какие незаконченные уроки троечки вы перенесли в это воплощение, мага, о чем она, мага здесь говорит, верховная жрица, отличная парочка такая, знаете, двойственные, двойственные оба аркана, да, так, давайте разбираться, давайте разбираться, уточнять, что здесь про мастерство, да, про мастерство нам будет говорить маг, мастерство, умение взаимодействовать с другими людьми, умение брать и отдавать, Ерофант, что-то у вас здесь какие-то серьезные, такие достаточно уроки, секундочку, что-то мне так поплохело, в этой позиции, прям так тяжело, такие вот прям очень тяжелые энергии, не потому что они негативные, а потому что они такие, здесь такая ответственность, какие-то такие достаточно серьезные энергии, связанные как раз таки с передачей информации, то есть здесь уроки, вы должны передавать, как будто бы какие-то знания, причем, ну либо даже это могут быть и не знания, а человек здесь имеет какую-то лидерскую позицию, он очень много говорит, и это вот это вот прям должна как будто бы быть, я не знаю, то ли его задача, то ли его профессия, то ли как-то вот в социуме он проявляется, то есть это человек, который что-то все время говорит другим людям, говорит какие-то серьезные вещи, то есть здесь Ерофант нам показан как человек, у которого должна быть своя аудитория, ему обязательно важно передавать свой опыт, свой опыт, то есть то мастерство, которое он наработал, то есть в этом воплощении, я так понимаю, что у вас очень много знаний, у вас очень много мастерства, принесенного из прошлых, не с одного, а из нескольких воплощений, как совокупность, и вот здесь вот как будто бы ваш урок передавать эти знания, научать других людей, некое такое меценатство, помощь, помощь не финансового порядка, а помощь именно информации, передачи этой информации. Что, мне аж плохо стало. Так, что еще здесь? Смотрите, все педагоги масти, да, материальные. Здесь как будто бы, знаете, вот прям не то чтобы, ну, для понимания просто скажу, знаете, как человек, мессия некий, да, у которого какая-то определенная, действительно, миссия, цель. Здесь у вас не предназначение, здесь вот прям какая-то серьезная очень задача идет. вы как будто бы через других людей идет становление вас, то есть именно через передачу своего какого-то мастерства, через передачу своего какого-то знания другим людям, вы тем самым формируете себя. То есть если вы что-то хотите получить, вот вам нужно это отдать. Вот в вашем случае этот закон очень ярко работает, то есть если вы хотите, здесь, правда, немножко идет путем от обратного, да, то есть когда вы помогаете другим, там, я не знаю, стать более уверенным человеком, стать более серьезным, хорошо стоящим на ногах, самодостаточным человеком, вот когда вы начинаете обращать внимание на эти вещи и помогать людям в этом направлении, вот как будто бы через них у вас приходит осознание формирование вашего характера. То есть здесь вот и Аэрофан, и Аркан Вселенной прям достаточно такие, может быть, даже и религиозные, либо божественные какие-то силы, то есть здесь вот какая-то мощь идет, мощь неземная энергии, и даже не космическая, здесь вот что-то такое божественное, но вот я не хочу это привязывать именно к религии, что-то такое действительно божественное. Вот это вот, знаете, когда люди говорят, что я встретился с высшими силами, например, когда был на грани жизни и смерти, то есть я видел эти силы, я ощущал к себе любовь, я ощущал, причем, знаете, когда человек не видит ничего, кроме света, и вот этот свет, он наполняет, этот свет, он прям ощущается некое такое единство всего со всеми. Вот я вот про такие силы здесь говорю, здесь вот вы действительно как будто бы получаете информацию вот от этих сил, то есть те знания, то информация, которая вы получаете, она не из книг, она не из вебинаров, это даже не ваш жизненный опыт. Я не знаю, каким образом у вас есть контакт с этими силами, и вот вас как будто бы эти силы ведут на то, чтобы вы отдавали, отдавали, отдавали. И здесь сразу возникает у меня такая энергия, почему тяжесть? Я поняла, потому что выступает фактор человека, самого этого, как это, носителя этой энергии, да, либо правника этой энергии, да, который где-то может у него прорабатываться его гордыня, и говорит, что вот это, знаете, особенно когда его хвалят за то, что ты помог, он как будто бы на себя берет вот эту вот энергию, которая ему дается свыше, но присваивает как будто бы, да, то есть здесь еще идет одновременно и вот эта вот борьба с темными аспектами нашего эго, да, то есть человека здесь достаточно, я же не случайно сказала, двойственный аркан, что один, что другой. Сложная борьба здесь идет у человека, то есть с одной стороны он видит свои теневые аспекты, то есть он осознает именно те моменты, когда где-то может быть гордиться, где-то, ну, то есть гордыня просыпается, где-то может быть некое такое тщеславие, а потом он как-то сам себя осаждает и говорит, нет, это поток, да, это не мое, да, я не могу присвоить к себе то, что мне не принадлежит, да, и вот здесь такое ощущение, что у человека идет бесконечная какая-то борьба с его теневыми аспектами, да, то есть вот реально то, что говорят с одной стороны ангелочек, с другой стороны демон, и вот это очень сложно, здесь вот прям какой-то очень сложный урок у вас здесь, вот это бесконечные борьбы, если так можно было бы сказать, да, тьмы со светом, не свет со тьмой, а именно тьма со светом, потому что свет не борется ни с кем и ни с чем, у него есть своя функция, своя задача, да, он просто есть, и та тьма с ним борется, вот здесь вот это вот состояние, да, что с одной стороны вы как будто бы получаете знания, давайте скажем так, от высших сил, потому что я не знаю, как обозначить эту силу, этот свет, вы получаете знания через Аерафанта, Аерафанта напрямую от этого света, вы начинаете передавать эти знания людям, в процессе люди там начинают вас благодарить, либо происходит даже где-то, возможно, какие-то чудеса у людей, да, какое-то вот волшебство, ну, то есть то, что невозможно описать рациональным путем, потому что недостаток знаний на этот счет, каким образом происходят процессы, здесь сразу включаются темные стороны, теневые аспекты вашего характера, вы начинаете их как будто бы с ними работать, тем самым вы шлифуете свой характер, да, исходя из ваших теневых аспектов, и плюс ко всему то, что вы передаете знания другим, вы осознаете их в контексте самого себя, и получаете дополнительный вот этот вот свет, вот эту вот энергию, то есть с одной стороны шлифуете теневые аспекты, с другой стороны нарабатываете вот эти вот светлые качества, и тем самым, да, то есть здесь не напрямую ваша задача стать самодостаточным человеком, а она как будто бы опосредованна, то есть напрямую вы отдаете, помогаете, и вот из-за того, что вы это делаете, как бонусом, да, как будто бы опосредованно вы совершенствуете самого себя, это вот одна задача, одна из задач, потому что мы вытащили мага, о чем же нам здесь говорит верховная жрица, давайте посмотрим, ой, полегчало, хорошо, свет пришел, хорошо, пришло осознание, есть многогранный у вас какой-то урок, о чем нам говорит верховная жрица, вот верховный аркан эгоизма, то, что я говорила, да, верховная жрица нам говорит о том, что как раз-таки ваш урок, здесь вот такое ощущение, знаете, вот как будто бы бьются большие силы между собой, а вы лишь являетесь, ну, как бы так сказать, некой такой призмой, которая, не знаю, призма, которая лежит, например, на дороге, да, и тут наступает, значит, некий такой смерч, вот, и начинает брать все на своем пути, да, все ошибать, и случилось просто так, что вот ваша вот эта вот призма большая, она оказалась на дороге, и вот через вас проходит эта смерч, просто потому что вы находились на дороге, да, на его пути, то есть вот здесь как-то так, то есть через вас идет вот эта вот борьба каких-то сил, но это если брать макрокосмос, да, а вот вы являетесь миниатюрой микрокосмоса, микрокосмосом являетесь миниатюрой большого вот этого вот мира, и вот эти вот, условно говоря, силы, противодействия, которые есть вот в этом большом мире, они как будто бы как миниатюра внутри вас тоже проигрываются, да, то есть вот здесь вот аркан эгоизма, аркан эгоизма говорит о чем еще, то есть вы здесь как будто бы нарабатываете свою силу, вы здесь, я не случайно всегда говорю тройкам, что у меня здесь происходит, ну, в большей степени находятся практики, да, которые вот именно занимаются какими-то такими моментами, там, я не знаю, очищением, может быть даже не профессионально, но как-то вот самостоятельно, то есть вот сталкиваетесь действительно с разными стихиями, с разными силами, то есть здесь вы как будто бы ваш урок наработать вашу силу, то есть понять, что есть сила, здесь вот именно сила духа, заметьте, да, у вас великие арканы выпадают, они не выпадали так много в предыдущих позициях, то есть ваша задача как-то стать сильнее духом, то есть вы как будто бы здесь, вот с одной стороны, да, я здесь говорила про то, что вы свой характер оттачиваете, а здесь вот вы как будто бы свой дух оттачиваете, прорабатываете свои теневые моменты, в принципе, да, можно было бы сказать, что каждый человек, да, отрабатывает, но вот у вас это вот как-то очень ярко выражено, вот почему-то это очень-очень важно вам, вот в вашем случае, почему? Потому что у вас очень много такой, знаете, воинственной марсианской энергии, для чего она вам дана? Она дана для того, чтобы все время разрушать то, что где-то застоялось, то, что стабилизировалось, то есть вот такая разрушительная энергия, с одной стороны, казалось бы, да, ну зачем разрушать то, что уже работает, то, что хорошо, а с другой стороны, жизнь, она всегда в движении, то есть там, где движение останавливается, наступает деградация, и вот ваша как будто бы роль, вот именно жизненная, как бы ни казалось это, ну, очень противоречивым, да, но вот именно ваша энергия, они разрушают, они разрушают стабильность, они разрушают постоянство, они разрушают вот какие-то успехи, удачи, для того, чтобы вот как будто бы человек продолжал двигаться, да, то есть не важно, что мы имеем, важно, что мы постоянно находимся в движении, и для этого вам необходима сила, для силы вам необходимы вот эти вот тайные какие-то знания, какие знания вы получаете. Смотрите, здесь Верховная Жрица, да, а здесь Иерофан, да, Папа. Что здесь пара, что здесь пара, правда Иерофан, то он не дотягивает до Верховной Жрицы, потому что он все-таки управляет в нашем физическом плане, да, раздает вот информацию Верховной Жрицы, это скорее всего больше небесные знания, то есть бессознательные, те, что скрыты за занавесью, и напрямую к ним доступа у нас нету. Но здесь в любом случае вы как будто бы вот как-то соприкасаетесь, у меня такое ощущение, что вы как будто соприкасаетесь с потусторонним миром. Вот почему мне все время кажется, вот эти вот силы, о которых я говорю, они вот как будто бы не совсем, это знаете, вот у меня такое ощущение, вот как есть, не знаю, кто верит, да, там, например, инопланетяне, да, которых задача просто за нами наблюдать. Они в любой момент могут, конечно же, вмешаться, да, но у них нет такого права, вот, и поэтому их задачи они только вот изучают. У меня такое ощущение, что такой, знаете, образ показывает наша планета Земля, она такая маленькая-маленькая, круглая, да, и вокруг нее есть вот эти вот всевозможные инопланетные цивилизации, которые наблюдают. Это вот когда я говорю о силах, в моих ощущениях это вот эти вот инопланетные цивилизации, то есть вот такая вот мощь. А когда я говорю о Земле, да, вот про Аэрофанта, про человека, это вот как раз вот эта вот маленькая Земля. Это чтобы вам было более понятно масштабы, да, то есть здесь вот речь почему-то у меня идет всегда о масштабах. Поэтому, подытожив, скажу, что урок, который вы должны пройти, во-первых, первый, так скажем, один из главных законов, да, хочешь что-то получить, отдавай, да, то есть вас этому все время учат, отдавать, 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 не держать в себе. Я не говорю о материи внимания, я говорю про информацию, о передаче информации, о передаче знаний, о передаче той, чем вы владеете. То есть чем больше вы отдаете, у вас как будто бы расширяется ваш поток сознания. Больше энергии, больше света проходит. Чем больше света проходит, тем больше он вычищает вот это вот все, весь темный, все темные моменты, которые есть в вашего эго, да, то есть вы становитесь, шлифует. Я не могу сказать, что вы становитесь там лучше или хуже, потому что, ну, это не совсем правильная категория. Вы совершенствуете, вот так могу сказать, вы шлифуете себя, совершенствуете, да, приобретаете новые навыки, осознаете намного лучше то, что вы передаете эту информацию, к вам приходит еще больше. И вот эта вот мощь энергетическая, которая проходит через вас, если вы ей нигде не будете препятствовать, да, она будет как раз-таки, то есть помощь, она у вас, с одной стороны, она энергетическая, да, с одной стороны это информация, а с другой стороны это ваша энергия, которая разрушает все то, что уже стабилизировалось, все то, что устаканилось. В принципе, ваш урок заключается по восьмерке мечей, то есть научиться разбивать, разрушать вот эти вот ограничения в вашем сознании о том, что невозможно. То есть вот я не случайно где-то сказала, да, про волшебство. Вот вы, скорее всего, такой человек, который показывает людям, знаете, вот мы говорим, у человека огромный потенциал, да, и мало кто это осознает, какой у него потенциал. Вот вы, скорее всего, тот человек, который дает возможность людям увидеть их собственный потенциал через то, что вот вы убираете вот эту вот восьмерку мечей ограничения в сознании, то, что невозможно, да, то есть здесь вот такое ощущение, может быть, у вас девиз, да, все возможно было бы желание, вот это вот ваш девиз, да, и я все могу, когда вы захотите, у вас все получится, вот вы как будто бы это очень часто говорите со своим клиентом, да, но при этом вы не мягкий мастер. Вы, ну, то есть вы не относитесь к той категории людей, что, знаете, вот я всех люблю, жвачку куплю, всех обниму. Нет, вы такой достаточно, вот прям, знаете, как тренера бывает, которые готовят олимпийских чемпионов, да, когда их подопечный говорит уже, я уже не могу, да, я уже вот все на износе. Не можешь, говоришь, значит, есть силы, продолжай. Вот вы вот такой вот прям, вот такой жесткий, но так надо, потому что вот без этой жесткости, да, пятерки мечей и марсианской энергии невозможно разрушить, пробить вот этот вот камень, вот эту вот стабильность четверки пендаклей. Вот такой у меня был третий расклад для вас, да, третья позиция. Что сказать, я даже, знаете, если честно сказать, не знаю, иногда бывают такие моменты, когда читаю поток, а потом сама, знаете, как в неком таком оцепенении, нифига не понимаю, а потом, когда я начинаю переслушивать, когда монтирую ролики, думаю, блин, откуда это пришло, да, то есть я же сама удивляюсь, но мне, например, не знаю, когда я придумываю какие-то заголовки, либо я, либо Оля, которая мне помогает, за что я ей благодарна, я все время думаю, как, 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 как я отвечу на этот вопрос, ну вот что здесь можно посмотреть, да, потому что включается мой ум, который говорит, то есть, ну, например, какие незаконченные уроки, ну, как посмотреть этот общий расклад, как посмотреть людям, а когда вот смотришь, что вот такие вот ответы даешь, и сама удивляюсь, ну, то есть, откуда это пришло, да, что это было, вот это вот для меня, это действительно, сколько бы лет я не занималась Таро, да, вот это вот магия для меня, вот это вот действительно магия, потому что я не могу это объяснить, я не знаю, как это работает, я не знаю, откуда эта информация приходит, и вот плюсы как раз-таки раскладов там, где есть руки у меня заключается в том, что когда я начинаю транслировать информацию, я просто закрываю глаза, я не смотрю на карты, и мне идет информация, я ее просто передаю, а потом, знаете, как это в таком полудреме, да, потом просыпаешься, да, уже все, да, уже надо идти к другой позиции, вот у меня вот это вот как-то так, это отвечая на вопрос, когда мне иногда пишут, как такое происходит, откуда, я не знаю. Вот, на этой ноте мы совершим всего самого наилучшего, всем пока-пока.